Дорогие зрители, серферы, всякие бездельники, девианты, короче, все, кто смотрели наши эфиры, помнят о том, как мы рассказали о проектах Сергея Самосева. И это вызвало вздробный интерес, огромный. Меня до сих пор люди спрашивают, расскажите нам про эти дома. И мы были на открытии его завода по производству этих домов. Собственно говоря, там родилась идея сделать два эфира. Один из которых будет посвящен обзору этих домов, чтобы вы могли посмотреть, как это все выглядит. А второй эфир, мы просто сядем у нас в студии и проговорим вообще концепцию, которая за этим стоит. Потому что это даже не концепция, а философия жизни, которая в принципе нам в новой Украине, я думаю, будет всем очень актуальна. И, скажем так, она открывает новые горизонты во многих аспектах. Как в экономике, так и с точки зрения философии жизни обыкновенного человека. Который может делать то, что не мог делать до этого. И вот Сергей Самосев нам сегодня расскажет общую, так сказать, задумку. И покажет, как оно выглядит в реальности. Сергей Самосев, собственно, персоной. С нами участвует Владимир Никитин, всем известный. Юрий Чедновский. И пан ВБшко, легендарный. Которого вовсе на Укар-Лаке вместе с компанией Датюком. Наверное, есть смысл немножко истории. Я строитель со стажем и строитель по неволе. То есть я оказался в 91-м году владельцем участка земли в Подгорцах. И мне очень захотелось построить там коттеджный городок. Я понятия не имел, что такое строительство, что такое строители. И столкнулся с невероятным количеством проблем. В 91-м году в нашей стране не было никаких предпосылок закончить строительство коттеджного городка. Строители, это были киевгорстроевские люди. Люмпен пролетариат, ненавидящие то, что они делают. Ненавидящие людей, которые будут жить потом в этих домах. И на преодоление этой проблемы у меня уж ушел, наверное, с десяток лет. Кроме того, не было кем проектировать. Школы архитектурной. Не было строительных материалов современных. И не было адекватного клиента, который мог сформулировать, чего он хочет. И вот пройдя все эти муки ада, я решил, что перспектива в том, что нужно просто набраться терпения и пережить этот трудный этап. Я решил, что советские строители вымрут, потому что лет 10-15 и они уже идут на пенсию. Появятся архитекторы, клиент, покупатель поездит по заграницам, поймет, что ему нужно и в результате все наладится. Ну, после этого прошло один раз 15 лет, потом прошло второй раз 15 лет. Я уже понял, что я имею дело с внуками вот тех первых строителей. Но картина при этом не менялась. Я понял, что проект проваливается. И тогда родилась идея строить без строителей. Проблема в том, что нужно в цеху произвести все работы, отдел строительные, отделочные, монтажные, дизайн, интерьеры, все. И привести готовую настройку. То есть для этого нужно было просто изобрести систему строительства. Мы изобрели новую систему строительства. Вот те дома, которые мы сейчас делаем, они запроектированы именно таким образом, чтобы можно было все работы произвести в цеху. То есть это уже строительством не назовешь. Это производство. Я, кстати, искал решение своих проблем. Ездил по заграницам. Смотрел Германию, Австрию, Финляндию, Канаду, Америку. И меня поразило всегда... Я всегда видел одну и ту же картину. Вот если у тебя в кадре, например, пять человек на стройке, то работает из них всегда только один. Еще один что-то несет, еще один на них смотрит, и двое курят. И от страны это не зависит. То есть это вообще парадокс, который носит интернациональный характер. Вот любая стройка, вот можешь просто так вот взять и попробовать поймать. Одновременно в кадре пять человек. Всегда увидишь одно и то же. И производство на заводе эту проблему решает. Потому что производство на заводе не зависит от погоды, не зависит от сезона. Легко организовать технологический процесс. Но требует идеальной проектной документации. И когда мы попытались сделать идеальную проектную документацию, то выяснилось, что стоимость одного квадратного метра проекта выше, чем стоимость строительства этого дома, если строить его традиционными методами. Мы несколько лет этим занимались. И в результате предлагаю вашему вниманию результаты наших усилий. Решая проблему, как оторвать стройку от строителей, и как сделать качественные проекты, было сделано открытие. Настоящее открытие. И оно заключается в том, что наши дома можно перевозить. Их можно быстро монтировать. И точно так же их можно демонтировать и проводить передислокацию. То есть дом перестает быть недвижимостью. У нас получилось рухома на рухом месте. Это была вообще фантастика. То есть эти дома могут переезжать за человеком. Если человек меняет работу, он может перевезти свой дом ближе к новому месту работы. Если человек меняет город или страну, он может свой дом перевезти за собой. Сейчас вот ты купил неправильный дом. Что ты будешь с ним делать? Тебе нужно от него избавиться. Или ты начинаешь его перестраивать. Оба варианта дорогие и очень энергозатратные. В нашем случае ты можешь продать дом отдельно от земли. То есть твой дом просто поднимут краном и увезут. Земля останется. Ты можешь продать землю отдельно от дома, а дом переставить. Вот эта возможность, она фактически высвобождает вот это древнее, сидящее в некоторых из нас чувство кочевника. Ведь не все же мы оседлые. То есть дом может кочевать за жизнью. Там, где жизнь интереснее, там, где экономика интереснее, а ты туда можешь передвигаться. Но это не трейлер, как многие у нас рассмотрели. Вот так это в штатах, это что живут в вагончиках, трейлеры. А это полноценный дом, соответствующие конструкции. Вот этот дом, в котором мы находимся, 120 квадратов, да? То есть это абсолютно не трейлер. Он стоит на земле. У него здесь все коммуникации. У него здесь что? Гребная яма, канализация или что там? Обижаешь. Тут и гребная яма, тут и очистные сооружения. Очистные сооружения. Вот видите, как все. Тут сделана система автономности, которая позволяет этот дом установить вместе, лишенным каких-либо коммуникаций. Это опция. То есть если есть коммуникации, с коммуникациями будет дешевле. Но если их нет, то эту проблему можно решить. Рухома нарухоместь – это решение огромного количества социальных нерешаемых ранее проблем. Вот смотрите, вот мы сейчас находимся в доме, где центральный модуль, стартовый модуль, он абсолютно самодостаточный. Тут есть все, что нужно для жизни, и ты можешь купить только его. Купил и сразу начинаешь жить. Тут сколько? 40 квадратов где-то, да? 45. Если у тебя есть деньги, возможности и желания, ты докупаешь себе вот этот модуль, который сейчас представляет собой террасу или веранду. Это помещение отапливаемое, а то помещение холодное. Ну, естественно, наша конструкция предполагает, что вот этот пейтиодорс, который у вас за спиной, может быть переставлено на ту стену. Вот на ту торцевую стену вместо... То есть вот это вот, вот это вот, может быть переставлено туда, и тогда становится теплым вот так вот тот кусок. Там, где вы стоите, там находится дверь в спальню. И эта спальня может появиться вместе с женой, то есть потом. То есть сразу можно подэкономить? Да, сначала пропетлять подешево, да. А потом, когда тебе на свадьбу подарили денек, то ты себе прикупил еще один модуль, и сразу заодно детскую. Он продается полностью готовый. Естественно, у нас предусмотрена возможность, что человек говорит, не надо мне там всех ваших этих... Дайте коробку. ...фокусов я себе сэкономлю, я это потом сделаю сам. Поэтому вы мне дайте пустую коробку, я потом сам все оставлю. Человек может влиять, человек может формировать стоимость своего дома. Ну, например, вот этот материал стоит 100 евро квадратный метр, можно сделать за 20. Вот эти панели можно сделать из ДСП, можно сделать из МТФ, можно сделать из фанеры, можно сделать из гипсокартона. И так на каждом шагу. Если ты хочешь сэкономить, то ты, делая выборы в нашем опросном листе, сам себе регулируешь цену. Если тебе хочется, чтобы здесь вместо БОЖ было написано МИЛИ, то любой каприз за ваши деньги сделай МИЛИ. Я имею в виду, что ключевое, это то, что ты заплатил, и потом как не происходит, как с коробками, которые ты заплатил 45 за коробку, а потом еще 45 вложил в то, чтобы заселиться, потому что заштукатурится, за все остальное. Очень важное свойство этих домов, ты покупаешь дом заранее заданным и гарантированным качеством. Что такое гарантированное качество? Мы предоставляем пожизненную гарантию. Конструктив дома я не пробовал, но лет на 400, я думаю, его хватит. Каркас дома принципиально сделан без металла. То есть все конструкции – это клееная древесина. Причем она клееная как встык, нахлест и проклеены все вот эти вот узлы, где она сопритюкивается, балочка с балочкой. Деревянные дома, у них у всех есть одна системная проблема – они скрипят. То есть со временем они начинают там… Вот это вот. Здесь этого не может быть, поскольку эти дома нужно поднимать, переставлять, то у нас очень высокие требования к прочности. Потому что вот этот дом, в который сразу встроены все эти крепежные детали, он же выдерживает перевозку, подъем, опускание. То есть у него… Вот если просто дом поставить на четыре угла, если даже не так, пустой каркас поставить на четыре угла, прогиб составляет ноль. Вот оно все такое… То есть он как корабль, у него есть вот эти шпангоуты, да, он так вот сделан, с этим, с таким каркасом скелета. Да, рассчитаны на любые шторма. Показывать удобство. Да, здесь у нас дровяная сауна, дровяная или электрическая, она может быть иметь загрузку дровами с террасы, или может быть просто электрическая, без всяких проблем. В сауна входит вот этот комплект первый 45 метр, или это добавочное… Это второе. Это второе. Это сауна, это уже другой модуль. Ага, это уже… То есть это с двумя модулями? Это за модулями. А вот один модуль, это вот этот кусочек, да? Да, тогда просто душ. Душ? А унитаз где? Здесь. Здесь. Все-таки есть, да? Конечно. Пожалуйста. Унитаз, стиральная машина, сушильная машина. Угу. Все, все есть. Вся вода, которая уходит из дома, может не только сбрасываться в любой природный водоем, без ущерба, для него может использоваться для полива садика, огородика, а потом ты эти огурки и помидорчики можешь есть, и тебе ничего за это не будет. Давайте посмотрим… Давайте, спальня. Поскольку тут у нас шкафы, дверцы, телевизор не повесишь, а домашний кинозал хочется, вернее, ночной кинозал хочется, то телевизор прячется под кровать, ну и соответственно оттуда выезжает. У нас вообще телевизоры у наших инженеров особая любовь, и они у нас во всех домах, они там по-разному управляются, по-разному, я потом покажу. Здесь мастер-беск, тут туалет, ванная, умывальник, в общем, все как улетело. То есть это третий блок по сути? Это три… Там еще детская. Да, там еще детская. Да, там еще детская. Детская история этой кровати. Она показательная, когда началась война, Мариуполя, после Буча-Ярпеня, у нас, я запустил проект «Детский дом семейного типа». Детский дом семейного типа на десять детей. По нашему законодательству приемная семья – десять детей. И вот мы разработали вот эту кровать для того проекта, который «Детский дом семейного типа», где у каждого пять спален, у каждого ребенка свой такой угол со шкафом, с кроватью. Он мне очень нравится, поэтому я хвастаюсь. Покажите кровати, у меня кажется, как тут сам прикольно, экономит пространство значительно. Потому что тут ребенок может и заниматься. Интересное решение. И сразу учить географию. У нас уже карта будущая, мы немножко забежали вперед. Сооружение – это внешний модуль автономности. Он опциональный, его можно купить по желанию. Там есть запас воды, дизеля, аккумуляторы, солнечные электростанции. В общем, все, что необходимо. Дом имеет немножко другое назначение. То есть это дом для ретрита. Он покомпактней, то есть у него ширина на 60 сантиметров меньше, чем там, чтобы удобнее было пропетлять между деревьями, если нужно где-то в лес заехать. Тут есть, например, джакузи. Вся инженерия в этом доме сделана для максимальной свободы передвижения. Например, унитаз яхтенный экономит воду. Вон там, где слив в душе, там монтирован специальный датчик, который определяет состав воды. Если вода не содержит мыла и урину, он идет по короткому контуру очистки и возвращается обратно. Например, если ты любишь в душе попеть, пой на здоровье, воду ты не тратишь. Если вода уже загрязнена, то тогда вот здесь как раз сделаны вот эти лесные. Можете зайти послушать, как они булькают. Слышите? Например, в этом доме, вот видишь, вся отделка сделана из бешено дорогой французской безформальдегидной фанеры. Причем она там внутри тополь, снаружи какое-то африканское дерево. Эти все навороты, они естественно идут в плюс. Но если нужно сэкономить, так это можно сделать из чего угодно, даже из гипсокартона. Ну понятно. Короче говоря, это более дорогой домик такой, более стильный. Да, и более стильный. И это, ну не первое жилье. Вот если тот дом для первого жилья, то это уже так для души. Да, вот видите, тут тоже мы поигрались. Здесь, поскольку в этой комнате две зоны, то телевизор ищет, где хозяин и туда поворачивается. Камин, вот он внизу под телевизором. Нет. Огонь настоящий горит. А дрова куда? Он без дров, он на биотоплике. А, на биотоплике. И тут прихожая, она же гардеробная. Ну вот такой вот более дорогой он сколько стоит? Да, из двух блоков состоит, да? Из двух модулей. Из двух модулей, с дорогой отделкой. Ну, если их пересчитывать на квадратные метры, то где-то между полторы и две тысячи долларов за квадратный метр оно будет на выходе. Ну, цена настолько зависит от кучи нюансов, вплоть до показателей энергоэффективности. Если, например, стена на 5 или на 10 сантиметров толще, то платить за отопление ты будешь меньше. Но на старте заплатишь дороже. Это называется соло-капсула. Соло-капсула, потому что задумывался как дом для ретрита. Такая схема одиночная. Робинзонада. Этот дом, я потом покажу, он находится на четырех гидравлических цилиндрах. Ты его со смартфона или с часов поднимаешь, под него заезжает трейлер и уехал. И точно так же он сам себя разгружает. То есть в любом месте, в неподготовленном. Вот эта терраска, где стоит Юра, она захлопывается. Ножки автоматически складываются. И вот та дверь, которую вы видите насквозь, она точно такая же. Такой же металлической дверью. То есть дом, как сейф. Он полностью вандалозащищенный. Вон там у нас есть маркиза. Выезжает, заезжает. Метеостанция, если, например, сильный ветер. Вот та вот метеостанция, вон она стоит. Она маркизу закроет. Пока еще не до конца стемнело. Я вам покажу машинное отделение. Открыть машинное отделение. Тут дофаршировано все до предела. Система водоподготовки, бойлеры. Вот это вот черное, это джакузи. Я вам потом покажу. Купаться надо на крыше. Вот здесь резервное питание. Парогенератор для хамам. Ну и так далее. Короче, все сразу. Вот эта штука, это дизель-генератор, который под управлением умного дома включается, если не хватает солнечных панелей. Пасмурная погода. И нужно еще добавить пару киловатт. При этом звукоизоляция такая, что при работающем дизель-генераторе в доме ты можешь спать, ну там может быть 35 дБ. То есть это тише, чем трамвай, проехавший по улице. Вот это покрытие, это тоже совершенно уникальная вещь. Лайнекс, или его еще называют полимочевина. Невероятно износостойкий. Ну, вечный. То есть по нему можно ходить, пожаростойкий. В общем, все 33 удовольствия. По углам стоят 4 вот таких цилиндра. Это как раз те гидроблические поршни, которые с помощью масла гидроблической станции, которую я вам только что показывал, дом поднимает на метр двадцать, а потом сам себя опускает на трейлер, потом выгружает. В общем, мы этот дом возили на выставке. То есть утром его увезли, вон там на выставке все походили, восхищались, и вечером мы его обратно привозим. Это все происходит достаточно легко и быстро. Закрыть наш зону. Так, что-то торчит. Ага. Видите, автоматика у нас работает. Вы думаете, это домашняя заготовка? Ну, правильно думаете. Там вот видите, внизу вот эти защита от дурака стоит. Если уборщица забыла швабру повесить как следует. Пошли посмотрим барбекю. Посуда. Да, вот здесь интересная штука. Вот эта синенькая конструкция, это солнечная электростанция. Мы потом будем на крыше. У нас там шесть или семь киловатт солнечных панелей. Он весь облеплен солнечными панелями, которые позволяют дому обслуживать себя полностью, включая хамам. Так, газовый гриль. Какие-то шухлядки. И вот это тоже защита от дурака. Если какой-то ящик остался незакрытым, то крышка не закроется. Идемте в дом. Так, что у нас здесь? Смотрите, тут у нас как бы все зонировано. Вот это кухня. Холодильник. Тут, в общем, все используется. Это Family Room и TV Room одновременно. На улицу. За мной. Тут у нас гидромассажная ванна двухместная. Ну и вот в этом коридорчике сделано подогрев пола, чтобы ты зимой мог найти джакузи не по снегу, а по ровному. Есть еще всякие приятные вещи, ну типа метеостанции, видеокамеры, которые смотрят наружу и защищают дом. Все, пошли. Холодно. Ну, вот эта вся мехатроника, потому что она все открывается, крутится, опускается, это все от начала до конца нашей разработки полностью. Ну, вообще тут даже из электроники нет ничего, где не были приложены ручки. Какой-то тюнинг, какая-то адаптация. Вот с мили мы вообще больше всего промучились, потому что там нужно было разрешение от их разработчиков, чтобы просинхронизировать мили с нашим умным домом. Со всем этим справились. Например, еще одно изобретение, так сказать, изобретение. Этот стол разъезжается на 4 метра 20 сантиметров. Ты его выносишь на террасу и принимаешь гостей. А 12 стульев лежат здесь. Всего за этот стол помещается 16 человек. 12 стульев здесь и плюс вот эти 4 кресла. Пошли дальше. Так, посмотрите на эту красоту. Смотрите, какой холодильник. Какой морозильник. Человек может в ретрите провести здесь пару-тройку недель, ему все хватит. Все на моторчиках. Все открывается, закрывается. Здесь вот эта штука. Ну, в общем, мы тут уже покуражились по полной. Там душ прикольный. Сейчас до душа дойдем. Вот эта штука тоже выезжает в подиум. Это в чем? Место хранения. Да, это еще один шкафчик. Так. Кофеварочка. Это предмет моей неуходящей боли. Она стоит в 7 раз больше, чем мой первый автомобиль в жизни. Пошли. Удобство смотреть. Это душевая и одновременно хамам. Причем хамам водяной. То есть там нагрев не электроспиралью. У нас же тепло получается раза четыре дешевле. Киловатт тепла, благодаря тепловому насосу, получается в четыре раза дешевле, чем киловатт электричества. Поэтому выгоднее хамам греть водой. Но тут есть еще одна особенность. Он напечатан в нашем принтере. В вашем смысле вы его придумали? Да. Мы его придумали. Правда, он у нас получился больше, чем этот дом. Душ – это просто чудо техники. Он весь компьютерный. То есть ты там нажимаешь кнопочки. Ну, то есть это душ, который там столько фокуса вытворяет, разве что минет не делает. А на это зеркало там спрятан монитор. Если выключить свет, то туда выводится твое расписание на день. Ты утром зубы чистишь и смотришь, что тебя дома ждет. Дальше. Здесь у нас гостевая. Спальня, она же детская. Ну, тут выключатель, который ты берешь с собой наверх, чтобы там сверху управлять светом. Ну, там меняется цветовая температура. И вообще этот дом, он имеет примерно 800 датчиков, которые регулируют 200 параметров. Ну, в том числе там циркадные ритмы регулируют… Циркадные ритмы – это что-то связанное со сном. То есть зависит от цикла сна. Если, например, ты проснулся и идешь в туалет, то этот свет не загорится. Загорится правильный свет, который не будет вреден для твоего здоровья. Ну, естественно, всем управляешь со смартфона, с часов или с вот этого планшета. Ну, я очень бегло все это рассказал, потому как мне очень хочется показать еще один дом, а вот тот дом уже полностью иллюстрирует ту концепцию, которую я хотел вам рассказать. Смотрите, вот это стартовый модуль. Стартовый модуль – это то, с чего можно начать и что является полностью самодостаточным. Здесь уже можно начинать жить. Диван, кровать, стол для компьютера, камин, телевизор, кухня, санузел. Там же наше машинное отделение. Этот дом может быть вообще первым домом в жизни. Пока ты холостяк, тебе в качестве жилья и такой пати-хаус этого вполне достаточно. Едем дальше. Вот этот модуль – это уже отдельный модуль. Его можно купить потом, купить отдельно в прихожей со своей дверью. Но если этого модуля нет, тогда входная дверь находится не здесь, а вот здесь. И вместо постирочной ты сразу заходишь в дом. Здесь у нас платяной шкаф. И здесь лестница на крышу. Здесь более гуманная лестница. Крыша эксплуатируемая. Но рано или поздно надо жениться. И тут же возникает необходимость в спальне. Тогда вот в этом месте снимается вот такая панель, а в стене уже предусмотрено место для будущей двери. Более того, вот с этой стороны есть теплая стена. Эта теплая стена снимается с этого дома и перевешивается на тот торец дополнительного модуля. Тут, естественно, та же проблема, что мы уже с этим сталкивались. На шкаф телевизор не повесишь, поэтому он находится под кроватью. Двери. То окно, оно ведет на террасу, на которой мы уже были. В первоначальном проекте дома уже предусмотрена возможность из будущего присоединения сюда дополнительного модуля. Заложены вот эти все воздуховоды для вентиляции, для отопления, для электроснабжения. Есть жена, пошли детишки, мальчики, девочки. Приглашаю продолжить экскурсию. Этот модуль точно так же может быть куплен и установлен после одного количества лет проживания в этом доме. Здесь у нас две спальни. Эта спальня оборудована в режиме кабинет-гостевая. Тут есть выходная эксплуатируемую кровлю. Ну, в общем, здесь говорить особо нечего. Тут все видно. Да, это детская. Так, душевненько. Если солнце с этой стороны и начинаются проблемы с теплопоступлением, умный дом сам опустит шторы для того, чтобы снизить энергозатраты на кондиционирование. Тут везде шухлядки, кровать поднимается там. Тут у нас, опять же, удобство. И есть еще выходная терраса. Вот такой. Ну, если габариты позволяют, то можно здесь нить. Ну да, то есть каждый сантиметр. Да, там остальное пространство заполнено всякими трубочками, проводочками. Ну, осталось немножко места, поэтому у нас тут шкафчик. Да, это вот эта фанера и ломба, которую я говорил, которую мы даже во время войны из Франции мы ее сюда доставляли на другие дома. Пошли дальше? Пошли. Я говорил про спальню, что там предусмотрена дверь. Вот здесь предусмотрена еще одна дверь. И с этого торца может быть добавлен еще один модуль. Причем этот модуль может быть разного назначения. Например, первый вариант – кухня. Тогда вот эта мебель демонтируется и полностью вот в таком виде переставляется в тот модуль. А здесь вешаются чистенькие панели, и это превращается в отдельную комнату. Второй вариант – этот модуль может быть еще одной спальней, может быть спортзалом, может быть сауной. И ты можешь сам себе докупать по мере наличия возможностей и желания. В этом доме полностью реализована наша концепция. Он модульный, он prefabricate, он мобильный и он растущий. Но более того, он не только растущий, он еще и может при необходимости уменьшаться. Когда дети выросли, тебе уже второй этаж, ты уже можешь без него обойтись. Ты его просто продаешь на вторичном рынке. Вы его обратно выкупаете? Точно. Мы его обратно выкупаем, выставляем на какой-то из наших торговых площадок. И кто-то другой его, кто его приобретет, он уже будет автоматически адаптирован к другому дому. Тут полная взаимозаменяемость, как у пистолетов Кольт. То есть можно разобрать, смешать все детали, а потом собрать те же 100 пистолетов. Разработан модуль, который по размеру вот точно такой же, как этот. Собственно, это сарковкутовый контейнер, который при желании можно закопать перед монтажом дома и организовать бомбоубежище с двумя выходами, как водится. Один внутри дома, второй через улицу. Об этом мы уже тоже позаботились. Поехали. Ну вот, собственно, матчасть мы прошли, поэтому предлагаю перейти к прениям. of McLean В В